Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе. Первым вопросом рассмотрим правила разгрузки товаров в ночное время. Вступает очень много жалоб на работу техники, которая мешает спать москвичам. Огромное количество магазинов во встроенных пристроенных помещениях, магазинов, которые рядом с жилым сектором, и эта проблема является для Москвы действительно актуальной. Мы проводили опрос граждан через мобильное приложение «Активный гражданин», и более 70% москвичей высказались за то, что эти правила необходимо ужесточать. Поэтому сегодня нам предстоит эти правила рассмотреть. Более того, правила правилами, но нужно и научиться их контролировать, и привлекать к ответственности тех, кто их не соблюдает. Поэтому необходимо дополнительно внести изменения в административный кодекс, предусмотреть и соответствующее адекватное наказание за нарушение этих правил. Максим Сталович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Семёнович, уважаемые коллеги, по вашему поручению, Сергей Семёнович, мы последовательно идём по пути наведения порядка с работой грузового транспорта и грузовой логистики в нашем городе. Часть предприятий, обслуживающих москвичей, переходят на работу в ночное время, что требует упорядочивания правил погрузки и разгрузки в ночное время, чтобы не нарушать права москвичей на покой и отдых. Департаментом транспорта проработан проект восстановления правительства, который конкретизирует действия правительства Москвы. Чёткие требования к процессу погрузки и разгрузки определяются в интересах жителей и позволяют защитить спокойствие граждан. Эти изменения вносятся в интересах жителей. Как вы уже сказали, на данную тему был опрос. 70% участников программы «Активный гражданин» поддержали данные нашей направления действий, и почти 51 тысяча горожан высказались по этому поводу. Хочу сказать, что сегодня многие перевозчики, которые обслуживают москвичей, уже обладают современными транспортными средствами. Оборудование их позволяет осуществлять погрузку и разгрузку с минимальным уровнем шума. Таким образом, мы считаем достаточно чётко возможным регламентировать процесс к погрузке и разгрузке. Более подробно о предлагаемых изменениях. Как вы уже сказали, что данные нововведения определяют нормативы в период с 23 часов до 7 часов утра. Ограничения будут действовать при проведении работ на территориях, встроенных в жилые дома или пристроенных к зданиям жилого фонда, а также на торговых объектах вблизи жилых домов. Погрузка и разгрузка грузовых автотранспортных средств в ночные часы будет возможна при соблюдении ряда условий. Прежде всего, на время работы двигатель автотранспортного средства должен быть заглушен. По мнению специалистов, данное требование является наиболее важным. Работающий двигатель большегрузного автомобиля многократно повышает уровень шума и может потревожить жителей, близлежащих к дому. Не менее важные условия – во время проведения работ необходимо исключить использование громкоговорящей связи, громкие переговоры между работниками. Необходимо также исключить работу оборудованию, издающей повышенный уровень шума. Перевозчики обязаны сделать все возможное, чтобы свести к минимуму уровень шума при проведении погрузки и разгрузки. Так, при подъезде к месту проведения работы должны быть ограничены обороты двигателя, движение автотранспорта не должно нарушать тишину. Предприятиям следует использовать конвейерную систему погрузки, автоматические двери, бесшумные замки. В процессе работ не должны быть использованы соприкасающиеся металлические элементы. Это может потревожить жителей. Кроме того, во время проведения работ фасады жилых зданий не должны освещаться прожекторами и фарами транспортных средств. Соблюдение этих правил позволит исключить неудобства для жителей Москвы, связанные с работой грузовых транспортных средств в ночное время. Соблюдение данных требований будет контролироваться властями Москвы и правоохранительными органами. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять должностные лица органах внутренних дел. Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться объединением административно-технических инспекций города Москвы. Также администрирование данного нарушения будет осуществляться департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Хочу коротко сказать, что пороговым является 45 дБ в ночное время, что любое превышение свыше данного параметра является нарушением, за которое предусмотрены штрафы. Хочу сказать, Сергей Семёнович, что с учётом сегодня действующего Кодекса административных правонарушений города Москвы, юридические лица будут наказываться штрафом до 80 тысяч рублей за подобные нарушения. Задача, которую вы ставили, Сергей Семёнович, это во время ночного времени жителям Москвы должны быть обеспечены максимальный покой. Это непременные условия цивилизованной городской среды в мегаполисе. Данные изменения позволят гарантировать горожанам полноценные условия для сна и отдыха. Прошу поддержать. Спасибо. Нет возражений? Принимается. Мы с Советом ветеранов вырабатывали комплекс мероприятий по подготовке к 70-летию победы Великой Отечественной войны. Часть мероприятий посвящена увековечению памяти героев войны, великих полководцев, которые защищали и Москву, и нашу Родину. Одно из предложений было по переименованию станции метро Подбельска в станцию метро имени Бульвара Рокоссовского. Такие предложения обсуждены на соответствующих комиссиях, поддержанные москвичами. Нет возражений по принятию данного решения? Внимается. Следующий вопрос. На этой неделе пройдут заезды болида «Формулы-1» с 10 по 13 июля. Заезды будут по сложившейся традиции проводиться в центре города, на Кремлёвской набережной, в Осирийском спуске. Прошу организовать соответствующие организационные мероприятия, обеспечить безопасность проведения мероприятий. Как правило, количество зрителей, которые приходят на это мероприятие, превышает 100 тысяч человек. Прошу обеспечить проведение мероприятий.